Всем привет! С вами Денис Кожур. В этом видео будем добавлять цвет для этого материала. Следующее видео выйдет, как только это наберет 100 комментариев. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на канал. Здесь для того, чтобы добавить цвет, создадим ноту Gradient. Просто напишем G, и вот у нас появляется Gradient Map. И сюда подключим ту карту, которая у нас шла в конце процедур, когда мы создавали карту высот. Я подключу ее сюда. Здесь мы получаем те значения, которые у нас были. Через карту Gradient Editor мы можем темные значения добавить вот так вот точку и поменять на какой-то цвет. Также поменять белые значения на какой-то другой цвет и получить какой-то градиент. Но сейчас это не совсем то, что мы бы хотели иметь в конечном счете. Поэтому я пока что отключу. Благодаря тому, что у нас есть очень много информации по деталям в карте высот, мы можем также много информации извлечь из нее и применить их в других областях. Сейчас давайте создадим ноду Curvature Smooth, которая требует при подключении карту нормалей. Мы ее подключим. И теперь у нас получается вот такая красивая карта с теми деталями, которые мы получили из карты высот. Ее давайте смешаем с сырой карты высот, которая идет отсюда. Карту высот я подключу в Background, Curvature Smooth подключу в Foreground. И режим смешивания. Оставим Copy и понизим значение Opacity. Так мы как бы добавили немного детализации в эту карту, но и при этом ее сделали более мягкой. Теперь, чтобы добавить разнообразие, добавим карту Grunge, например, 13. И смешаем ее с уже имеющимся результатом через ноду Blend. Включаем это в Foreground, это в Background. Режим смешивания. Я буду использовать Soft Light. Надо пролистать немножко мышкой вниз. И здесь поменяю значение Opacity, опущу его где-то до 0.7. Так мы начинаем получать еще больше разнообразия, которое потом можно будет использовать. И поскольку мы уже недавно использовали карту Grunge Map 15, создадим еще один Blend. Подключим ее. Это Background. Тоже будем использовать Soft Light. И пониже значение Opacity. И на текущий момент у нас слишком много разнообразия или контраста между черным и белым цветом. И для того, чтобы сделать эту карту более плоской, выровнять эти цвета, будем использовать ноду High Path Grayscale, поскольку у нас черно-белая карта. И здесь я подниму радиус где-то до 23, чтобы она не была настолько плоской. И теперь уже вот эту карту можно отправить в Gradient Map. Она будет выглядеть поинтереснее. Откроем редактор градиента. Здесь мы можем начать добавлять различные цвета, но это будет не совсем продуктивно. В текущем варианте более оправданно будет использовать цвета с Reference. Я нашел вот такую текстуру. И ее мы можем использовать как образец, откуда Substance Designer возьмет цвета. Чтобы это сделать, нажимаем Peak Gradient и проводим вот так вот мышкой. Он, используя данную информацию, создает вариации цветов. И чем длиннее мы будем вести линию, тем больше цветов он возьмет. В данном случае я попробую провести значительно меньше, чтобы получить меньшее количество вариаций, чтобы было здесь не так много точек. Здесь я приближусь, попробую еще раз. Вот такой результат, я думаю, меня устроит. Здесь вы можете вот так поднимать вверх эти точки, чтобы их удалить. Помимо этого мы можем выбрать какое-то количество точек и у них у всех сделать изменения. Например, сделать их темнее. Например, я выберу вот эти точки и слегка затемню их. Ну и, например, сейчас меня устраивает тот результат, который есть. Я закрою Gradient Editor. Попробуем подключить это в Base Color. Включим его вновь. В самом материале включим Base Color. У меня значение в True. И сюда подключу этот Gradient. Итак, у нас теперь есть какой-то цвет. Теперь для того, чтобы добавить еще больше разнообразия, подключим обратно вот эту текстуру, смешав ее с вот этим градиентом. Для этого я буду использовать Blend, поскольку у нас здесь цветная карта, а здесь черно-белая, ее тоже надо сделать цветной. Это можно сделать, используя карту Gradient. Вот так подключаем. И теперь можно спокойно добавить сюда. Здесь я поставлю режим смешивания Overlay и понижу значение Opacity, чтобы оно не было настолько интенсивным. И переподключу это значение вот сюда. Также для того, чтобы убавить вот этот белый цвет, мы можем просто в градиенте вот эту точку, отвечающую за белый цвет, понизить до более серого значения. И это даст эффект на общую карту. Также мне здесь сейчас не нравятся вот эти темные точки. В редакторе градиента я просто попробую их убрать. Далее добавим карту Dirt Tree, потому что она черно-белая, пропустим ее через Gradient Map. И используя Blend, смешаем то, что у нас имеется. Подключим Foreground. Здесь я буду использовать режим Subtract и понижу значение Opacity где-то до 0.3. И переподключу эту карту сюда. Так у нас добавится еще больше каких-то пятен грязи. У меня тут вылетел Substance Designer, поэтому сейчас продолжу с того момента, где мы смешивали Blend вместе с грязью Dirt Tree. Здесь пропускаем ее через Gradient Map и подключаем в Blend, чтобы это считалось как цветная карта. Режим Subtract, чтобы оно вычиталось. И Opacity понижаю до 0.3. Где-то так. У нас получается за счет этого дополнительная детализация грязи. Это более интересно выглядит. И теперь очень важный момент. Вот здесь в библиотеке есть PBR Utilities. И здесь нода PBR Base Color Metallic Validate. Перетащим ее сюда и подключим базовый цвет в данную ноду. Зеленый цвет означает, что у нас все в порядке. И наш цвет Albedo соответствует PBR стандартам. Если бы мы здесь сделали что-то не так, например, у нас были бы слишком сильные черные цвета, то здесь у нас пошли бы вот такие красные шумы. Нажав на кнопку Overlay, мы бы могли увидеть, в каких местах у нас происходит вот это нарушение правил. И вернувшись на ноду Levels, мы бы могли вот так все это дело исправить. 30 sRGB означает, что у нас темные цвета не опускаются ниже 30. И его мы оставим пока что вот так. Теперь это можно удалить, поскольку у нас все в порядке. И в следующем видео мы продолжим добавлять цвета для нашего материала. Следующая серия выйдет, как только это набирает 100 комментариев без спама. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok